Если за окном сугробы, а с крыш свисают сосульки, жителям следует браться не за лопаты, а за телефонные трубки и жаловаться на управляющие компании. С 26 ноября в городе работает горячая линия управления ЖКХ по уборке придомовых территорий. За время работы линии на нее уже поступило около 100 звонков. По следам жалоб отправился Александр Кузьмичев. Сегодня мы проверили, как расчищаются дворовые территории. Пока претензий нет. Это единственное замечание к управляющим компаниям, которые мы поставили. Это необходимо просыпать песко-сверной смесью, для того, чтобы исключить падение людей в период образования наледи. Потому что это вполне возможно. Запасы должны быть у каждой управляющей компании сформированы. В случае нарушения этих норм и правил, компаниям будут проявляться штрафные санкции. Жители имеют право требовать с управляющей компанией уборки снега с тротуаров и дорог придомовой территории, а также вывоза снега, посыпки песко-соляной смесью и уборки наледи с крыш. В этом году управляющие компании и управление ЖКХ администрацией будут работать слаженно, чтобы определить, какая территория является придомовой, а какая нет. Такая работа ведется. Она заключается в том, чтобы именно разграничить территории. Та территория, которая относится к благоустройству, там занимается управление благоустройством, очистка и вывоза снега. Та территория, которая относится к придомовым территориям, то есть к территориям около многоквартирных домов, там занимается управляющая компания. Ну а мы, соответственно, в свою очередь, очень быстро реагируем на все просьбы жителей и, значит, стараемся вывести снег и убрать снег с придомовых территорий. Александр Кузьмичев считает, что жильцы многоквартирных домов должны быть активнее. Если они недовольны состоянием своего двора, считают, что снег вывозят несвоевременно или в неудобное для местных жителей время, немедленно должны сообщать в свою управляющую компанию. Кто платит, тот и уборку заказывает.